я прям как шрек всем доброго добро пожаловать на мой канал меня зовут алина сегодня у нас воскресенье 15 марта завтра будет 16 и у меня будет день рождения у меня какие-то очень смешанные чувства потому что завтра мне исполняется 15 плюс я с огромным удовольствием снимаю этот влог потому что крайне три недели у меня был такой беспорядок в голове столько много странных мыслей каких-то недопониманий с разными людьми у меня все это было в огромном беспорядке вот я тогда снимала влоги у мне ни один влог не вышло нормальным потому что получалось абсолютная фигня когда в голове какая-то фигня тоже творится сейчас когда уже все хорошо мне даже влог нормально идет мне хочется его снимать мне хочется сделать все что на сегодня запланировала все что я хочу сегодня сделать у меня есть огромное желание цель это выполнить и плюс я влог снимаю который мне приятно наконец-таки снимать и я очень очень-очень счастливым это было сложно но я это сделала осталось только прибрать теперь все вот это вот и уже начать собираться я практически готова мне нужно выходить где-то через пять минут осталось только одеться и собрать сумку но очень интересный вопрос в чем я пойду я прошлые все выходные ходила в пилотах но я решила сегодня надеть джинсы а вот что надеть наверх и я без понятия короче несмотря на то что я вышла наверно 10 позже чем я планировала из дома я приехала очень даже вовремя даже раньше я планировала что я буду ехать этот час я доехала в общем где-то за минут 40 это круто потому что я приеду раньше чем алёна именно вот это время на этом ходе потому что здесь всегда зажимает зажимает когда я одна потому что я в тебе с подругой и на меня не на одну смотрят страна нас как бы обеих. Я еще жду Алену. Оказывается, она встретилась еще с нашими двумя подругами, с Алиной и Полиной. Они поехали мне покупать подарок на день рождения. Господи, они даже не фокусируются. Я знаю, вам не видно, но здесь мои девочки идут. Вау, я спрашиваю, что я куда-то меня снимаю. Ты чего? Вы красотки. Мы готовы к просмотру. Наш зал просто самый удаленный от всех, потому что мы еще поднимались сюда по лестнице. Слышь, я слепая. У нас закончился фильм. Мы в туалете. Короче, у нас закончился фильм. Это было достаточно долго, по-моему, где-то 2 часа. Я тут на него в 9, потому что десятку я всегда припасаю для чего-то прям вау. Ну, короче, мне очень понравилось. Я не буду спойлерить, но дед оказался зря. Это был обычный фильм до того, пока он не стал фантастикой. Большая душа, трешика душа. Никто тебя не видит, что ты делаешь. Блин. Ребята, я учила испанский язык, но я, короче, помню сейчас Я взяла себе один холст, 18-24 и грунтовый картон. Мы идем в самую чудесную кофейню, которая называется Петчи. Мы слушаем наши известные сообщения до внешней ватсапе. Такой офигенный туалет. Я еще зашла в туалет и уже забыла, зачем я шла. Мне там начали петь внимание. Я срениваю в тысячу, но я вижу свою автобус. Пока. Как вы уже поняли, я приехала домой, причем уже, наверное, часа два назад. У меня остается... У нас сейчас 8 вечера, и у меня очень много дел, которые еще нужно сделать, и причем все они важны, и причем все... Это кто мне пишет. Причем все они занимают много времени, и причем все они очень важны, и то есть не сделать я их не могу. Поэтому я выделяю себе 4 часа на то, чтобы сделать все эти дела. Кстати, хотела сейчас с вами поделиться, что я снова начала читать в приложении Letress. У меня здесь есть 5 книг, которые достались бесплатно, и я вот начала читать сегодня век живи, век учись. Не знаю, как она мне понравится или нет, но вроде бы описание очень даже прикольное. Я, кстати, теперь записываю каждый месяц тот список книг, которые я хочу прочитать. Пока что у меня, конечно, выходит одна книга в месяц. Вообще, на самом деле, я вот позавчера дочитала книгу «Между нами горы», и когда я ее прочитала, там на минутку 443, по-моему, страницы, я так была счастлива и горда собой, то, что вот когда я ее купила, я вообще не думала о том, что у меня хватит сил ее прочитать, потому что она толстая, там практически полтысячи страниц. А теперь каждый месяц я записываю ту книгу или несколько книг, которые я хочу прочитать, в зависимости от того, какие они по толщине. И я заметила за собой то, что вчера я уже ничего, получается, не читала. У меня вот книга сейчас на Letress есть, но у меня тогда не было на телефоне Letress, я ехала в автобусе, и мне было реально скучно от того, что каждый раз, когда езжу домой со школы, там на автобусе, в метро, ну, чаще всего, конечно, в автобусе, я всегда читаю. И вот вчера я ставила себя на мысли о том, что мне скучно. И то, что вообще, типа, что делать в автобусе? Ну, у меня как бы была музыка в наушниках, но все равно сидеть, просто смотреть в окно, для меня было очень скучным занятием, поэтому я пожалела о том, что не взяла с собой какую-то новую книгу. Я думаю, что мне еще кто-нибудь на день рождения 100% подарит хотя бы как минимум одну книгу, потому что все мое окружение знает, что я очень люблю читать, все подписаны на мой инстаграм, видят, что я каждый день читаю. И вообще, книга — это лучший подарок. Реально. Типа, это классно. Я очень полюбила читать за крайний год, наверное. Вот. На этот месяц у меня план дочитать «Тонкое искусство пофигизма». Я начала в прошлом году, но потом забросила почему-то. У меня осталось там еще половину прочитать, или даже четверть где-то. Короче, не так много. И еще хотя бы половину прочитать книги «Век учись, век живи, век учись». Короче, которые я сейчас читаю. Я уже помылась. Сейчас я вам хочу показать кокосовое масло, по которым я пользуюсь сейчас на постоянной основе. Только я теперь не наношу его на волосы, потому что я один раз нанесла. Потом помыла, и весь день ходила все равно с жирными волосами. Короче, вот так оно выглядит. Мне его Алена привезла из Вьетнама. Мне просто страшно. Ну, посмотрите, что делают эти девочки. Пока мой день рождения уже идет как 16 минут, я тем временем пишу личное письмо по доп. английскому. Это, кстати, ОГЭ 2020, но я в этом году сдаю не ОГЭ, потому что я не в девятом классе, а в восьмом. Я сдаю переводной. Я очень умный человек, поэтому выбрала еще и физику. Вот, короче, полная репетиция ОГЭ у меня будет. Буду писать письмо Биллу о моей будущей профессии. 0.54. Я только что закончила делать домашнее задание. Это у меня химия. Это доп. английский. Это тоже доп. английский. Это школьный английский. Это алгебра. Итак, я сейчас выбираю то, в чем буду уже, получается, сегодня на праздновании своего дня рождения. Метаюсь между двумя этими образами. Этот более удобный, но я еще его не мерила. Этот как бы не совсем удобный, но более праздничный. Я метаюсь и не знаю, что мне выбрать. Такой вариант с этим ремнем мне нравится намного больше, но есть одна проблема. То, что у этих брюк пришита задняя вот эта вот фигня, вот этот вот пояс, и его никак нельзя убрать. Только если отрезать, конечно, но отрезать я его не хочу ради того, чтобы один раз походить в них с ремнем. Все мои волосы в масле. Особенно верхняя часть, то есть корни. И вот досюда все. 18 минут четвертого. Я уже спать. Спасибо большое, что были сегодня со мной весь день, что вы просмотрели этот влог до этого момента. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы со мной. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok